Магия смысл И по поводу каждого предмета могут быть два противоположных мнения Любое явление, которое один мыслитель оценил, причем весьма обоснованно оценил Как супер положительное, супер правильное, супер позитивное Другое может не менее обоснованно представить, как вредное со всех сторон Любой процесс, который один интеллектуал рассматривает как радужное свидетельство прогресса У другого вызывает естественный груз Грусть, поводов для которых предостаточно, а иногда и панику о возможной деградации Если один эксперт говорит о чем-то положительным светом То другой обязательно, обязательно увидит теневую сторону Еще совсем недавно нам говорили, что интернет-технологии Они спасение мира Что даже самые бедные сегодня могут позволить себе Допустим, в отношении музыки Больше, чем герцоги былых веков Представьте себе, герцог былого времени, имеющий замки, дворцы и все остальное Если он хотел послушать музыку Он должен был откуда-то найти 10-11 хороших музыкантов Собрать их Эти музыканты должны знать именно ту музыку, которую он хочет в данный момент услышать И таким образом он может послушать музыку А сегодня любой старик, в любом доме престарелых Может среди ночи проснуться, надеть наушники, включить планшет И слушать себе 9 симфонию Гюстава Малера в самом лучшем исполнении Нам говорили, что несомненнейшим прогрессом человечества является То, что мальчик из бедной семьи Из самой задницы мира Может послушать лекцию Профессора из самого элитного университета Обучение, ну месяц обучения В котором для его родителей было бы невозможно Даже если бы они продали все свое имущество А он может послушать его лекцию Нам говорили, что это такое огромное счастье Делать онлайн покупки в интернет-магазинах Возможность получать онлайн-консультации у врача Возможность дистанционного обучения Общения через интернет Общение А теперь давайте посмотрим на другую сторону Она тоже есть Репортер Нью-Йорк Таймс Нелли Боус Которая пишет на различные интеллектуальные темы Их хорошо пишет Пишет на темы, связанные с технологией, культурой Она недавно опубликовала статью О том, что активное потребление цифровых услуг В повседневной жизни Становится все больше и больше признаком бедности Гаджеты, которые раньше казались статусными вещами Элитными штучками Признаками роскоши Они все больше являются признаками бедности Обучение через экран Утешение бедных Общение через экран Утешение бедных Богатые предпочитают частные школы И человеческие контакты Ну, допустим, у 68-летнего жителя города Лоуэлл, Массачусетси, Билла Лангуа Есть существо внутри планшета Кошка по имени Сокс Старик Вместе с женой Живет в доме для престарелых Ну, в таком комплексе для пожилых людей И у него есть вот эта вот разработанная компания Специальная кошечка в планшете Которая с ним общается Которая, в отличие от кого-нибудь другого Готова его слушать Готова выслушивать его разговоры О команде Red Sox Собственно, в честь которой она названа Она с ним не спорит Она с ним соглашается Она от него не отмахивается Она слушает внимательно Когда хозяину встанет Sox включает ему Любимые песни его молодости И покажет фотографии со свадьбы Когда он и жена еще были молодыми При этом разработчики Sox И работающие с этой проблемой Которые управляют этим котом С которыми общается 68-летний пенсионер Они находятся не в США Они либо живут в Латинской Америке Либо на Филиппинах И Болус отмечает, что Кота Sox Предоставляет пенсионеру Некоммерческая программа Здравоохранения Element Car Для участия в которой У человека должно быть На счету не больше 2000 долларов Но судя по всему Пенсионные отчисления старика Идут на задержание В этом комплексе для пожилых людей И тут смотрите Понятно, что для этого кошка Это благо для этого старика Он может с ней общаться Она и включает его музыку Она показывает ему фотографии со свадьбы Когда нужно Все хорошо Но понятно также Что более богатый человек Он бы мог себе позволить И живую кошку И живую сиделку Ну и родственники, думаю Что более богатого человека С большим удовольствием бы слушали И относились бы к нему Более уважительно И поездить куда-нибудь Он бы мог себе позволить И многое-многое другое То есть бедные люди Они хватаются За виртуальную иллюзию В то время как богатые Все больше оставляют себе реальность Гаджеты Становятся Утешением Бедных Активное распространение Цифровых услуг Повседневной жизни Оно безусловно Дает утешение бедных Но богатые предпочитают Респектабельный магазин А не онлайн покупки Он предпочтет взаимодействие С живым врачом А не виртуальную консультацию Он Можете Позволить реальную женщину А не секс по интернету Понятно, что более богатые люди Предпочитают хороших поваров А не достатку еды Которую мы заказываем через мобилу Они предпочитают Личных тренеров Личных тьютеров А не Ну Виртуальные уроки физкультуры Но этого мало Речь вообще идет о качестве отношений О цене отношений Если мы получаем Услуги живых людей Если мы способны их оплатить То это обозначает Что мы представители новых элит Новые элиты Потому что бедным Все больше и больше Остается только компьютерная технология Престижное потребление Сегодня Оно реальное А не цифровое Если Лет 20 назад Ну Такой Пейджер Или телефон На ремне Был статусные вещи Которые Люди статусные Должны были показывать Вот тут у него Пейджер Вот у него телефон Мобильный То сегодня Это не статусная вещь Это вещь При которой работодатель Связывает работника В некоторых компаниях Работников Штрафуют Если они Оказываются Недоступны Если с ними Не удается Связаться Есть фирмы Где возможность Доступа Даже в нерабочее время Прописывается В контракте Если вы помните В Евгении Онегине Служанок Заставляют хором Петь При сборе ягод В помещичем Саду Чтобы они Не ели Собираемое В саду Служанки На грядах Сбирали ягоды В кустах И хором По наказу Пели Наказ Основанный На том Что барской Ягоды Тайком Уста Лукавой Не ели И пением Были заняты Затея Сельской Остроты Вот сегодня Это хоровое Пение Заменяет Реально Заменяет Интернет Очень часто Внутри Больших Заводов Благодаря Интернету Благодаря Компьютерным Технологиям Видно Что делает Работник Каждую минуту Просто Передвижение К каждой Точке И это Тотальный Контроль Больших Фирмах Которые Связаны С различными Услугами Вот это Вот Задать Возможность Связаться В любое Время Програщает Вообще Человека Контролируемое Существо В любое Время Суток Но Может быть Еще Более Главная Тема Это Дети Гаджеты Было Несколько Публикаций О том Что Работники Фейсбука Они Стараются Своего Своих Детей Силикон Работники Силиконовой Долины Богатые Люди Гаджетам Не Подпускать Богатые Люди Хотят Чтобы Дети Учились Не с Экранов Мониторов А Реальных Учителей Может Быть И мы Многие Хотели Чтобы Больше Реальных Учителей Но В том То И Дело Что В школах Все Больше И Больше Потому Что Это Дешевле Торжествует Цифровая Схема Обучения И Эта Схема Обучения Для Бедных Я Вовсе Не Говорю В данном Случае Что Человек Обучающий Всего Благодаря Через Экран Может Вы Не Может Выучиться Лучше Чем Человек Обучающий Сво Частного Преподавателя У него Есть Голод И Он В принципе Может Это Сделать Но Факт Что Цифровое Обучение Это Удел Бедных Нейли Боус Приводит Данные Исследования Которые Проводилось При Поддержке Национального Института Здравоохранения В США Дети Проводившие Более Двух Часов Около Экранов Тех Или Иных Истройств Получили Более Низкие Баллы По Языковым Тестам И По Оценкам Способности Рассуждать Но В принципе Учитывая Это Можно Сказать Что Это Интересная Информация Которую Стоит Обдумать Понимаете Вот Именно Экраны Время Проведенное Около Экранов Ребенком Ее Сравнивают С фастфудом И Ровно Как То Что Дети Они Если Они Приучены К фастфуду Они Именно К фастфуду Будут Стремиться Они К здоровой Пище Так Дети Приучены К Время Провождению Перед Экранами Перед Жвачкой Для Глаз Они Будут Стремиться Именно К такому Время Провождению А не К какому Более Полезному Для Их Развития Поэтому Задача Родителей Заботиться О физическом И психологическом Развитии Ребенка Если Первое Требует Приучать Детей К здоровой Пище А не К фастфуду То второе Все-таки Требует Уменьшить Время Которое Ребенок Проводит У экранов Если Пустите Это На Самотек То Дети Сами Захотят Больше Фастфуда А не Здоровой Еды И Они Захотят Больше Проводить Время У экранов Которые Являются Подобием Фастфуда Вот Тут Приближается Лето А С ним Летний Каникул И Для Родителей Которые Планируют Досуг Для Детей Может быть Стоит Взять Для себя Требования Лето Без Гаджетов Без Гаджетов Или С как Можно Меньшим Количеством Гаджетов Но В конце Хочу Сказать Да Это Гораздо Труднее Чем Просто Посадить Ребенка Перед Экраном И Дать Ему Возможность Смотреть Либо Маленькому Мультику Либо Большому Играть Компьютерную Игру Но Не Надо Во Всем Обвинять Электронные Устройства И Не Надо Искать Них Сваливать На Них Наши Недоработки В конечном Итоге Именно Способность Рассуждать Способность Пересказывать Ее Можно Использовать И при помощи Интернета Ну Допустим Ребенок Посмотрел Мультфильм Или фильм Через Экран Хорошо А теперь Попросите Его Пересказать Это Просто Пересказать Что Он Видел Это Очень Правильный Тест Либо Ребенок Сыграл Хорошую Компьютерную Игру А Попросите Его А Пересказать Ее ход И Б Нарисовать Ее Вот На Листке Бумаги Не Не На Компьютер Вот Тей Листок Бумаги Нарисуй Надо Надо Просто Понимать Что Гаджеты Это Инструменты А Не Хозяева Это Средства Варьируемые А Не Панацея С вами Была Программа Магия Смысла И я Ее Ведущий Давид Эдерман Магия Магия Субтитры создавал DimaTorzok